Друзья, тема моей проповеди звучит несколько печально. Неосуществившееся благо Божье. Но возможно ли, чтобы тот, чьи намерения не могут быть остановлены, кто является владыкой вселенной, и чтобы он что-то не осуществил, чтобы, имея благо, он его не донес кому-то, не дал? К сожалению, да, друзья, мы встречаем это в Слове Божьем. Я хочу прочитать из Евангелия Луки, 13 глава, 34-35 стихи. Луки 13, 34-35. Это слова Иисуса Христа. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе, «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен грядущий во имя Господне». Друзья, я хочу отметить первую мысль – характеристика Иерусалима. И если коротко, он против Божьих посланников. Друзья, как печально звучит «Иерусалим, Иерусалим», «Андрей, Андрей», «Валя, Валя». Ну, я подставляю уже имена. Вот этот повтор, он о чем-то говорит? «Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». К сожалению, Иерусалим так встречал Божьих посланников. К сожалению, так. Камнями, ударами. Они не хотели их видеть. Они говорили, завидев издалека, «Ну, какое еще бремя от Господа!» Помните? Ну, какая еще тяжесть от Него нам? И так уже дышать трудно. Что еще передашь от Бога? И брались за каменья. И Христос, когда был на земле, Он притчами говорил об этом. И говорит, вот, сына пошлю. Может быть, постыдятся? Нет. И его убили. Вот такая характеристика Иерусалима. Он против Божьих посланников. Ну, а раз так, то это значит против Бога. Вторая мысль, друзья. Вот здесь сказано о Божьем желании к Иерусалиму. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья. Друзья, мне так очень отрадно, что Господь говорит, сколько раз, много раз в Его сердце было это желание сделать Иерусалиму добро. Какое добро? Вот он иллюстрация. Нередко Господь пользуется иллюстрациями, чтобы пояснить какие-то духовные истины, что-то сделать понятным. И он здесь пользуется такой понятной иллюстрацией. Хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья. Но вот я понял, что здесь немало таких сельских жителей присутствует. И я тоже житель села. И вот, допустим, обычная домашняя курица, которая имеет цыпляток. Вот эти пушистые комочки. Ну, мне приходилось наблюдать. Думаю, и вам это знакомо. Вот если вдруг какая-то собака появится, или коршун на небе, она особые звуки подает, эта курица. Она такая грозная становится, что и собака не всякая дерзнет на нее кинуться. Распушится вся. Даже страшно. А птенцов не видно. Для них это сигнал. Они со всех ног, со всех концов под нее. Под эти перья. Друзья, а вот так бывало, что дождик накрапывает. И для них там и сухо, и хорошо, и тепло. И если мамаша что-то найдет там, размельчит, тоже звук определенный. И они раз из-под этих перьев поклевали и назад от дождика. Сколько раз я хотел, много раз хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья. А этим птенчикам под крыльями и тепло, и сытно, и безопасно. И вот это благо Господь много раз имел к Иерусалиму, имел эти желания, хотел это дать им. Друзья, сколько утешения. Бог, вот он не меняется, он такой же и к нам с вами. Он расположен и для нас быть такой птицей, под крыльями которой и сытно, и безопасно, и тепло. Друг мой, и для тебя Бог хочет таким быть. Сколько раз я хотел. Друзья, а вот как это Бог хотел сделать? Вы не заметили в этих двух стихах? Как вот он хотел это осуществлять? Вот чтобы они под крыльями были. Он хотел, а как он это делал? Кто запомнил? Он пророков посылал своих. И они иногда на пальцах объясняли. Не жестами даже, а всем своим поведением, действиями какими-то звали, объясняли. Многообразно, многократно Бог говорил. Издревле говорил отцам в пророках. Друзья, он тот же самый. Вот в этом общении, да и не только в этом общении, Бог вставил своих людей за кафедру, и они объясняли. Они от Его имени звали под крылья. И не только ведь с этой кафедры, и через Слово Божье. А иногда, друзья, а иногда Бог даже ослицы повелевал говорить. Чтобы ослица объясняла. То есть Бог старался донести и старается сделать понятным. Он посылает своих людей. Он посылает свое Слово. Друзья, а вот еще следующая мысль или вопрос. А что же попрепятствовало? Не захотели. Христос говорит, и вы не захотели. Да ужас какой! Неужели так может быть? Бог предлагает человеку благо, а человек не хочет. Ну да, друзья, вот вот мы же читаем. И свидетели того, это ведь история уже, не захотели. Друзья, вот одна мысль, страшная такая мысль, которая меня, ну, когда-то обжигала. Бог считается желаниями человека. К сожалению. Когда я это стал понимать и видеть, что мои желания порой неудержные, я добьюсь чего хочу. Хоть бы как, но я хочу. Это поначалу. И думаю, стоп. Помните послание к римлянам, первая глава? То и предал их Бог, потому предал их Бог. И как они не заботились, то предал их Бог. Ну, Бог не предатель. Здесь не эта мысль. Он руку свою убрал. Они в эту руку бились, образно говоря. Она им мешала. И он ее поднял и отпустил. Идите. По желанию сердца вашего. И это ужас для человека. Подождите. Но человек, когда хочет чего-то, он же не понимает, что это ужас. Он понимает, что это благо. Так ведь понимает человек? Планируя свою жизнь. Что это благо. А вот Божья рука, вот это шлагбаум, проблема. А то, что говорят его посланники, это ужас. Подождите, я что-то перепутал? Да нет, друзья. Чтобы быть такими откровенными, ну, разве у вас никогда не было в мыслях, вот сейчас по слову Божьему поступить? Ну, это же смерть. Ну, это же что будет со мной? Ну, как же я дальше буду жить, если я здесь сейчас поступлю? Вот так, как Слово Божье учит. Итак, друзья, почему они не захотели? Ответов очень много, может быть. И они неисчерпывающие. ответить за безумного человека, за его безумие невозможно. Чем он руководствовался? Почему он так поступил? Ну, один из ответов, это тот, что человек не видит добром то благо, которое Бог предлагает ему. Человек не видит это благом. Вот в чем дело. Ну, допустим, друзья, шагнуть в печь в семь раз более раскаленную обычного. Это благо? Ну, вы помните, о ком речь идет, да? А если бы вы заранее знали, что с вами будет точно так, вы бы пошли на это? Ну, я уже думал об этом, я бы пошел. Так это как здорово. В печи не сгореть, ходить там. Ой-ой-ой. Но только так, как там будет. Да Бог же им тоже не объяснял, как будет. Вот в чем дело. Он их вел, а они послушно шли. Печь на пути значит печь. И они царю объясняют, что у них ничего не меняется. У них есть Бог, они Ему служат, поклоняются и на все готовы. Вот и все. Да, друзья, сколько, сколько того, от чего сердце наше томится. Мы думаем, вот в этом благо. А Он молчит. Он не подписывает наши прошения. И сколько так может быть? Вот уже не раз о брачном вопросе вот мысли звучали и даже тема. Друзья, и кажется порой, вот выйти замуж или жениться, вот это предел желаний. Вот это счастье. Ну, друзья, сколько раз мне приходилось уже беседовать с женатыми и замужними. Вот допустим, ну, это давно уже было, вот один брат говорит, да лучше б я не женился. прожили лет пятнадцать. Ой, говорит, лучше б я не женился. Я говорю, а зачем женился-то? А, говорит, она одна перед глазами была. Может, она старалась это делать, может, не знаю. Ну, ты же это сделал, а теперь стонешь. Отчего? Я слышал и сестер, которые говорят, как хорошо было, когда я была одна. Вон как. Не разберешься с вами людьми, да? Что вам хорошо? Что плохо? Да мы же в этой тьме ничего сообразить не можем, друзья. Елеуй так говорит. Как бы нам хорошо из рук Божьих покорно принимать все, что он дает, и ждать его, ждать его, не опережать события, не забегать наперед. И так, друзья, Бог считается желаниями человека, и то благо, которое он имел к Иерусалиму, он не мог осуществить, они не захотели. Я еще хочу сказать, друзья, вот когда-то в ответ Петру на его предложение, чтобы Господь был милостивым к себе, Христос говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Вот эти, друзья, два хочет, я давно уже заметил, в одном сердце не уживаются. Хочет идти за ним, и хочет душу сберечь, одно другое вытеснит. Как много, значит, чего мы хотим? Ненапрасно. Христос спрашивает у слепого, который верхнюю одежду себя скинул, вот вопреки всем этим запретам он докричался, и вот он перед Христом стоит, иди зовет тебя, может, кто-то недовольный, иди теперь, чего ж? И вот он стоит, а Христос спрашивает, чего ты хочешь от меня? Да что же он может хотеть еще? О, друзья, чего только не может он хотеть. Скажет медяков жменю, чтобы мне неделю тут не сидеть. Может так человек заявить? Да запросто, друзья, запросто. Хоть плачь, но он может это сказать. Но тот правильно сказал, говорит, Господи, чтобы мне прозреть. Прозри, все решен вопрос. Раз ты этого хочешь, все. Друзья, как хорошо, когда наши желания совпадают с желаниями Божьими. Подождите, просто так, так не случается? Нам надо знать желания Божьи и свои желания. Править в Его, покоряться Ему. Друзья, и еще здесь результат вот того, что произошло. Бог хотел, они не захотели. Он говорит, вот, оставляется вам дом ваш пуст. Друзья, вот чуть-чуть попозже, в 19 главе Луки, этого же Евангелия написано, и когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Это такой тоже трогательный текст такой. Мне даже трудно это понять до конца. Он приближается к городу, смотрит на него и заплакал. Кто заплакал? Бог, который стал человеком. в нем не было раздвоенности личности. Это одна личность. И можно сказать, плачет Бог. Отчего плачет? О, если бы, о, сколько раз, друзья, это звучит в Библии к человеку из уст Божьих. О, если бы ты, хотя бы в этот день, ну, что-то, кажется, еще можно изменить, да? Но ты не знаешь, ты не видишь, ты не хочешь видеть, ты не хочешь прислушаться, это сокрыто от глаз твоих. Дом остается пуст. Сколько страданий, сколько ужасов, и Господь, зная это, плачет. Что ждет тебя? Вот, друзья, я, к сожалению, так своему не раз уже вот беседовал. Допустим, 16-летняя девочка говорит, ну, девушка, да, говорит о том, что она успела натворить уже. Выросла в семье верующих родителей, и вот так легкомысленно натворила. И думаю, сколько же ты еще будешь плакать об этом в жизни, и даже рыдать, закрыв лицо руками, и сотрясаться от того, что ты так легко сделала, не подумав совсем, не послушав, ну, так ты хотела, так тебе захотелось, и ты так сделала. Вот такой розчерк, который во всю жизнь не сотрешь, и охота сказать, что ж ты наделала себя, ну, или наделал. Я когда-то был в одном большом музее, несколько этажей, огромные залы, музей Холокоста. Холокост это тема страданий еврейского народа во все времена. И вот много различных вот различной информации и аудио, и видеопродукции, и фотографии, и там различные предметы, и лепки, вот допустим, идет колонна евреев, это во времена Гитлера, колонна евреев идет, снимают одежду верхние, дальше эта колонна продолжает путь, здание, крематория, и уже с другой стороны никто не выходит, просто дым из труб. Ну, я бы мог рассказывать, знаете, вот походил, 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 и охота молчать. Так это страшно порой. Так страшно. А последний зал, большой зал пустой, и в середине огонь памяти горит, а под куполом написано большими буквами, о, если бы ты слушал меня. Впечатляюще. Всего бы этого не было, вот этих залов больших, вот этих ужасов, вот этих слез, проблем, страданий, этого бы не было, если бы ты слушал меня. Друзья, Бог тот же остается. Ну, и мы же люди, но мы можем учиться, учиться тому, чтобы послушно ходить за Господом, чтобы нам не делать того, чего не хочет Бог. В Царство Божье войдут те, которые охотно принимают Слово Божье, охотно крестятся, охотно, послушно делают то, чему учит Господь. Они готовы ждать, сколько нужно, они готовы смиряться, хоть это трудно, это их естественное желание, потому что так хочет Бог. Друзья, да благословит нас Господь, принимать благо из Его добрых рук, не отказываться, да благословит нас Бог протягивать к Нему руки и принимать благо Божье. Что может быть лучше? Заканчивая наше общение, мы будем молиться. Друзья, но так хотели предложить, чтобы кто не устроен душой своей, что-то уже потерял, нет устойчивости, может быть, грехи есть, чтобы таковые могли поправить свои светильники и покаяться. А уместно ли членов церкви призывать к покаянию? Ну да, конечно. Вот, допустим, во втором послании Петра написано, не медлит Господь, но долго терпит. Вылетело из головы? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я понимаю, там речь идет о верующих, о членах церкви, к ним написано послание, но чтобы все пришли к покаянию, чтобы поправили светильники, чтобы были тем, чем они должны быть. Друзья, мне очень нравится текст такой, который несколько раз повторяется в Библии у пророка Ииля, Петр в проповеди говорит в день Пятидесятницы, апостол Павел в послании к Римлянам тоже ссылается на это пророчество, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот призвать, друзья, это звать, в голос говорить, хотя это включает в себя и покорность. Вот этот зов, но Христос говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю вам. Этот зов, он из сердца, а в сердце уже определенная позиция, покорный, принимаешь милость Божью, готов на все, что Бог скажет, чтобы он был Господом, ну и зовешь его с этим. И может быть, друзья, кто-то оступился, кто-то что-то потерял. Вот есть сегодня возможность выйти сюда и сказать, Господи, я опять зову Тебя, я по-другому не хочу, я хочу все поправить, что Ты скажешь, должно поправлено быть. А ведь мы, друзья, уже и поняли здесь многое. Кому нужно выходить каяться? Нередко друзья выходят те, у кого, в общем-то, все в порядке, ну такие духовно чувствительные. мы, наверное, должны понимать, что вот такие они и идут и способны дальше идти, а вот тот, кто лишился уверенности в спасении, кто сердце действительно не на месте, вот тому надо бы выйти и помолиться. Друзья, в помощь для таковых, ну я попрошу встать, всех мы споем один куплет, вот брат предложит, и за это время больше призыва не будет повторяться, и за это время, пока будет звучать пение всем, кто понимает, что Бог зовет его, и ему надо это сделать, нужно будет выйти, складиться, а потом будем вместе молиться. Итак, пожалуйста, друзья, попрошу вас встать. Песнь Возрождения номер 35, первый куплет только будем петь. И за это время, друзья, кто хотел бы поправить свой светильник, пожалуйста, проходите, и можно будет склониться и помолиться Господу.